В Можайске расположен Лужецкий Ферапонтов монастырь. Его основал ученик Сергия Радонежского. Здесь находится Бородино. Один из лучших в мире музеев-заповедников военной истории. Приятно встретить закат на Можайском море и даже побывать в домике хоббитов. За историческими впечатлениями отправляйтесь в Можайск. Новый проект «Радио-1» – первые лица. Их имена у всех на слуху. Их работа под пристальным вниманием губернатора и жителей Подмосковья. Кто они? Главы муниципалитетов. Как принимают сложные решения? Чем увлекаются? Как отдыхают? И о чем мечтают? Откровенный разговор с главами городских округов Московской области в программе «Первые лица». Здравствуйте. Это программа «Первые лица». У микрофона Кристина Никитина. Говорят, что все случайности не случайны. И так действительно происходит. Вчера, 2 ноября, начато смежное вещание «Радио-1» и «Радио России». И поэтому на частоте 104,5 FM нас можно слушать в городе Павловский посад. Все остальные слушатели, которые проживают в других городах Подмосковья, могут узнать частоту своего вещания на сайте radio1.news. И именно на этом сайте прямо сейчас вы можете включить аудио- или видеотрансляцию нашего выпуска. Ну и, конечно же, участвовать в нашем разговоре. И снова возвращаясь к тому, что «Радио-1» и «Радио России» смежно вещают на волнах 104,5 FM на этой частоте в Павловском посаде. И у нас сегодня в студии глава городского округа Павловский посад Олег Соковиков. Олег Борисович, здравствуйте. Здравствуйте. Кристина, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы говорим в этой программе о первых лицах муниципалитетов Подмосковья, как они живут, как работают, что говорят о своем муниципалитете и какую жизнь обещают жителям своего округа. Если у вас есть вопросы, вы можете задать их первому лицу по телефону 8 800 100 51 01 или прислать их в виде WhatsApp-сообщения на номер студии 8 966 032 58 32. В любой момент нашего часового эфира вы можете подключиться к разговору и принимать участие в нашей беседе. Олег Борисович, я изучала вашу биографию. Она неразрывно связана с Подмосковьем, за некоторыми исключениями. И увидела, что несколько городов, несколько округов Подмосковья так прошли, или вы прошли по ним в течение того участка жизни, который пройден. В Ногинске вы родились, в Черноголовке работали в Совете депутатов, были заместителем главы администрации Пушкинского муниципального района и теперь глава администрации Павловского посада. Как это происходило, ваша миграция по Подмосковью и какие ощущения от каждого города у вас остались? Ну, ощущения замечательные. Каждый город — это индивидуальность, каждый город — это изюминка. Видимо, так сложилась моя судьба, что в Черноголовке действительно я работал на достаточно серьезном предприятии, группа предприятий ОСТ, и не думал о муниципальной службе, но решением трудового коллектива был выдвинут совет депутатов городского округа Черноголовка и, соответственно, несколько лет отработал в представительном органе этого городского округа. А потом мне была предложена должность в Пушкинском муниципальном районе в качестве заместителя головы, где пять лет я отработал. Потом уже история связывает меня с Павловским посадом, и на полупосадской земле я уже десять лет. А когда вот происходят различные рейтинги, публикуют, кого-то хвалят, кого-то ругают, да, в зависимости от результативности работы, вы наблюдаете за коллегами, которые вас сменили в этих регионах, и есть элемент соревнования? Ну, в любом случае, рейтинги — это соревновательный процесс, но я хочу сказать, что с теми муниципалитетами, где я уже прошел, особенно муниципалитет Восточного Подмосковья, мы очень дружны, друг за друга переживаем, друг другу помогаем. Поэтому, если мы видим, что какой-то муниципалитет в красной зоне, конечно же, и помогаем, и советом, и делом, и переживаем. Ваш муниципалитет был в красной зоне? Муниципалитет был в красной зоне, потом мы вырвались зеленой. Сейчас мы на грани красной и желтой зон, Но я уверен, что по итогам года мы будем... А с чем это связано? С какими показателями? Дело в том, что многие показатели рейтинга 50 связаны и с рейтингом власти, и с вопросами экономики. Мы в 2019 году показали практически лучший результат по рейтингу власти. И наша методика была связана с большим количеством мероприятий, массовых мероприятий, фестивалей, которые проходят в Павловском посаде. То есть мы, наверное, об этом еще сегодня поговорим. К сожалению, 2020 год практически все мероприятия остановил. То есть мы практически ничего и не провели, то, что планировали. То есть округ в некотором роде зависим от этих, с одной стороны, это место притяжения при нормальных условиях, когда нет эпидемии и прочего. Но с другой стороны возникает и зависимость в том числе от этих мероприятий. Мы себя позиционируем как туристический центр, где проходит большое количество достаточно уникальных мероприятий. Это и кинофестиваль имени Вячеслава Васильевича Тихонова, это и гастрономические фестивали, русский холодец, иные гастрономические фестивали. Это и реконструкция боя при реке Вохна, очень много. Это и кузнечный фестиваль, и фестиваль колокольного звона. Повторюсь, большое количество мероприятий уникальные, большое количество и павлово-пасадцев, и гостей города на них присутствуют, участвуют, и жители к этому уже привыкли. Уже год такой тяжелый и непростой идет потихонечку к завершению. Скоро начнутся приготовления к Новому году, который, как всегда, мы надеемся, будет лучше и счастливее. Вы помните какой-то свой очень яркий детский Новый год, когда было абсолютное счастье, когда деревья были большими? Ну, вы знаете, наверное, какой-то либо детский Новый год, мне сложно вспомнить, сложно вспомнить. Но очень хорошо помню Новый год в своей юности, когда мы вместе с родителями, и у нас большая семья еще, брат с сестрой, когда мы все вместе справляли Новый год, поздравляли друг другу, дарили подарки. От этого становится тепло. В этом году что будете загадывать под бой курантов? Чтобы все было хорошо. Вы, как герой одного из известных советских фильмов, человек, у которого есть мальчик и еще мальчик. Мальчик и еще мальчик. Но так сложилось, что с супругой, с которой мы сейчас живем в браке, у нас второй брак, у нее от первого брака еще мальчик и девочка. Поэтому у нас большая дружная семья, у нас три мальчика и одна девочка. И обычно говорят, знаете, есть две стороны одной медали. Сторонние наблюдатели всегда говорят, что дети руководителей, дети мэров и так далее, у них есть какие-то привилегии. Вторая сторона, непосредственные участники событий говорят наоборот, к детям повышенные требования, потому что им нельзя совершать ошибок, которые могут позволить себе другие дети, потому что папа глава администрации и так далее. Как найти эту золотую середину, чтобы дети были не разбалованные и, с другой стороны, чтобы не подвели? Ну, не всегда папа был мэром, когда воспитывались дети. А во-вторых, ну, наверное, быть надо с детьми честным, честным и учить их быть порядочными в жизни. И, наверное, все тогда получится. Но для них это благо или для них это наказание, когда их папа в власти? Не могу сказать. Мне кажется, все зависит от людей и от тех посылов, которые они делают детям. Но с вами они не делились? Я, поверьте, не чувствую себя великим, что я руковожу районами, себя чувствую большим тружником и пахарем. Вот это да. А то, что какая-то величина, ну, абсолютно нет. Никаких звездных болезней нет, и дети мои этого тоже не видят. Вы служили в Советской армии. Да, служил. Сейчас, вспоминая этот период, разные есть взгляды у людей на службу в армии. Кто-то считает это потерянным временем, кто-то обязательным долгом и обязательным атрибутом настоящего мужчины. Когда это все уже осталось в прошлом, и вы действительно знаете изнутри, на ваш взгляд, мужчина должен служить в армии или все-таки она должна быть профессиональной? Ну, не буду спорить, нужна ли нам профессиональная армия. Может быть, и нужна профессиональная. То есть не буду спорить. Все зависит от цели и задач, которые есть перед государством. Но то, что мужчина должен пройти такую школу, я однозначно говорю да. И от своих двух лет срочной службы я почерпнул только положительное и вынес оттуда очень близких мне друзей, с которыми общаюсь до сих пор. А где вы проходили службу? Службу проходил в Днепропетровской области. А оттуда начинается ваша украинская история, да? Нет, моя украинская история начинается гораздо раньше, когда я 16-летним мальчиком, окончив Ногинскую 14-ю школу, сел на поезд и поехал в город Киев учиться в высшем учебном заведении. Сейчас, когда у вас наверняка много есть знакомых и друзей на Украине, где вы служили, где вы учились, что вы думаете о нынешней ситуации, когда нормализуются отношения, и когда мы снова сможем ездить друг к другу в гости, когда наши города-побратимы вновь восстановят наши отношения? Что для этого нужно сделать, на ваш взгляд? Ну, я не знаю, когда все восстановится. Восстановится ли? Да, все зависит от политиков и от руководителей стран, от геополитики мощнейшей и от зависимости от супердержав. Но вы продолжаете общение? Я абсолютно продолжаю общение с своими друзьями. Никаких проблем там нет. Какие-то вопросы мы обходим стороной. Дружба сильнее политики. Да, дружба сильнее. Может быть, у них какое-то свое мнение на политику России, у меня свое мнение на политику Украины. Но, опять же, мы это мнение держим при себе и абсолютно нам это не мешает общаться. Я очень сожалею, что таким образом сейчас развиваются российско-украинские отношения, что практически нет общения, нет взаимодействия, нет ничего, кроме неприязни и ненависти. Мне так кажется, страны Украины. Но надеюсь, надеюсь, с такой хорошей надеждой, смотрю в будущее и надеюсь, что когда-то это закончится и все-таки здравый смысл возьмет верх. И та братская любовь и дружба, которая у нас всегда была, она победит. Опять же, не могу сказать, когда это случится. Вы по одному из своих образований юрист, более того, вы кандидат юридических наук. На какую тему вы защищали диссертацию? Тема арбитражных управляющих. Так, то есть вы все знаете о банкротстве, о ликвидации компаний. Вам эти знания в практической жизни уже на должности главы муниципалитета пригодились? Пригодились и системное, и профильное юридическое образование, конечно, и опыт работы практикующим юристом, и, соответственно, ученая степень. Все это дает большие знания, огромный опыт. Поэтому точно в Павловском посаде нарушений законодательства, я думаю, что немного. И я пытаюсь эти нарушения, которые бывают иногда по недознанию кого-то или недомыслению, в принципе, искоронять. Если сегодня, завтра к вам на прием, на личный прием придет представитель какой-то компании, частной, может быть, индивидуальный предприниматель, скажет, мы на грани неплатежеспособности, на грани банкротства, помогите, дайте совет. Уже не только как глава, который, конечно, заинтересован в том, чтобы предприятия работали, но и плюс как человек, который получил специальное образование и работал в научной сфере. Какой вы совет главный дадите в нынешней ситуации, что нужно сделать, чтобы предприятие не стало банкротом и не ликвидировалось? Вы знаете, бывают разные ситуации. И разные ситуации, которые доводят до этих процедур. Либо это умысел, либо это, соответственно, какие-то моменты, связанные с недопониманием или халатностью. Но если это умысел, то, наверное, я с ними разговаривать не буду, а если что-то люди не понимают, то, конечно, мы объясним. У нас хорошее правовое управление, и абсолютно мы можем дать, я считаю, любую консультацию, в том числе и хозяйственным и юридическим структурам. Один из пунктов вашей биографии — заслуженный мастер боевых искусств России. Вот здесь хочется остановиться поподробнее, потому что, когда видишь вас непосредственно и вот общаешься, ну, не производите вы впечатления, который готов там уложить противника на лопатки. Мне кажется, вы больше мастер словесного жанра. Расскажите, раскройте все тайны. Ну, я очень хорошо маскируюсь, да. Это действительно спортивное звание, которое присвоено мне Российским Союзом Боевых Искусств. Я более 30 лет, ну, наверное, более, давайте сейчас посчитать, с 10-летнего возраста я занимаюсь спортом. Каким видом? Ну, вы знаете, когда мне было 10 лет, у нас каратэ было запрещено. Единственным прикосновением к японским единоборствам это была секция дзюдо. То есть, все мы начинали с дзюдо, а, соответственно, потом прошел очень многие школы и 30 лет назад остановился. Мне, наверное, повезло, я попал на становление такого очень интересного боевого искусства, как айкидо, на становление айкидо в Советском Союзе. И вот более 30 лет практикую этот вид боевого искусства. То есть, у вас в гардеробе есть черный пояс? Да, есть черный пояс. Айкидо — это, насколько я знаю, вообще боевое искусство, которое призвано защищать. Оно больше направлено на самооборону, есть определенная философия. Когда вы в последний раз, используя свои навыки, защищались или нападали? Вот именно в таком формате? Ну, вы знаете, в формате реального боя, наверное, достаточно давно. Да, достаточно давно. Я выходил из боя с четырьмя людьми и достойно вышел. Это уличный бой? Уличный бой, да. Когда это было? Давно это было. В Подмосковье? Нет, это было в Киеве. Да, это было в Киеве. А прелесть айкидо, что действительно это... Ну, вы спортсмены высокого уровня. Я просто не хочу, чтобы другие боевики там в хорошем смысле обижались. Спортсмены высокого уровня говорят, что айкидо — это верх боевых искусств. Это действительно так, потому что там абсолютно другая философия. Да, то есть философия не навредить, даже там не врагом называют, не навредить своему партнеру, использование силы партнера против его самого, а также многие-многие принципы айкидо, про которые, ну, наверное, знают только специалисты. И самое-то главное, вот прелесть айкидо в том, что айкидо, оно работает не только на татами, оно работает в жизни, и, наверное, если вы скажете, когда последний раз ты принимал айкидо, наверное, сегодня. Так. Наверное, сегодня, в первой половине дня на работе. Это вы так подчиненных приучаете к жизни или как? Ну, почему приучаю? Я просто... Мне с ними так удобней общаться. С помощью методов айкидо? Конечно, конечно. Ну, кому интересно, пусть почитают книжки про айкидо. Вот это эксклюзив. Глава Павловского фасада применяет методы приема айкидо в работе с подчиненными. Я уже вижу этот заголовок. Тогда, следовательно, вопрос возникает. Вам юридические знания или знания боевых искусств больше помогают управлять округом? Вы знаете, и то, и другое. Нельзя сказать, какая рука, левая или правая, тебе больше помогает. Я думаю, что и то, и другое. Это, повторюсь, очень хороший опыт. И, повторюсь, это очень хороший багаж специфических знаний, которые ты можешь применить. Обычно, когда руководитель на любом уровне чем-то увлекается, кто-то играет, мы знаем, в теннис, кто-то в хоккей, кто-то предпочитает самбо и прочие виды искусств, обычно на вверенной ему территории развивается именно этот вид спорта. По понятным причинам. Это значит, что в Павловском посаде развиваются боевые искусства? Да, они развиваются достаточно хорошо. И не только это Павловский посад, это все восточное Подмосковье. Ногинск, Электросталь, Орехово-Зуево. Там очень достойные тренеры, очень достойные ученики, которые показывают очень хорошие результаты. Павловский посад культивирует единоборство и бокс, тейквондо, айкидо есть. Вопросы связаны с борьбой, самбо, вольная борьба. Есть секции, есть группы увлеченных спортсменов, которые этим достаточно хорошо занимаются. Сейчас им сложно в условиях пандемии? Ну, конечно, сложно, потому что есть своеобразные ограничения. Но даже это не связано с тренировочным процессом. Он потенциально идет. Связано это с соревнованиями, потому что сейчас все соревнования должны проходить без участия зрителей. И, конечно, нет той энергетики, которая могла быть. Вы на своем посту сменили своего предшественника, но при этом вы были некоторое время заместителем главы администрации. Когда заместитель становится начальником, в вашем случае, на вашем конкретном примере, что вы сразу изменили, а что оставили прежним? Ну, вы знаете, моего предшественника совет депутатов удалил по недоверию. То есть, действительно, была очень серьезная ситуация, ну, ситуация, в которой нет гармонии. Вот мы с вами говорили про айкидо, там первый иероглиф «Ай» — это гармония, любовь. Вот «Ай» в Павловском посаде в 2012 году не было. Я это прекрасно понимал, и первая задача моя была — это создать тот конструктив, ту гармонию, которая бы дала возможность работать дальше и делать дела. Нормальные хозяйственные дела по развитию района, по улучшению вопросов благоустройства, ну и так далее. По получению и строительству там объектов инсифроструктуры. И первая моя задача для меня была как раз вот эта гармония. За год я эту гармонию создал, и до сих пор, слава Богу, она в Павловском посаде держится. Вот этот иероглиф «Ай» в отношениях с людьми, не только с командой, не с ближайшим окружением, а в отношениях с людьми на сколько процентов достигнут, на ваш взгляд? Ну, не могу так сказать. Стараюсь на все сто, а так как получается. Вы же знаете, вот если немножко в японский язык зайти, то вот иероглиф «Ай» у японцев обозначает гармонию и любовь. То есть для них это одно и то же. Вот гармония и любовь. Ну и, соответственно, ты должен быть, во-первых, гармоничен сам собой, гармоничен с окружающим миром и с теми людьми, которые в этом мире присутствуют. Вот если ты эти задачи исполнил, то, наверное, на сто процентов ты вот эти вот любовные, в хорошем смысле задачи выполнил. В отношениях с членами вашей команды мы здесь с многими главами беседовали на эту тему, и разные были взгляды. От абсолютного доверия своим подчиненным, когда даешь карт-бланш и уверен, что они не подведут и сделают все, до работы над ошибками, до того, что нужно было тщательнее подбирать команду, и были мнения о том, что обожглись, и разные были мнения в вашем случае. У вас с вашей командой какие отношения? Доверяй, доверяй, но проверяй, или какой-то другой вариант? Вы знаете, ну, однозначно доверительные. Со многими членами команды я уже знаком и работаю не один десяток лет. Кое с кем работала в Пушкинском районе, именно так. Так, ну, карт-бланш, ну, конечно, да, но карт-бланш неполный. Я пытаюсь, я пытаюсь, и если у меня этого не получается, я неспокоен, я пытаюсь хотя бы наполовину разобраться в том предмете, который ведет мой заместитель. Поэтому мы с ним всегда на профессиональной теме разговариваем на профессиональном языке. Я все понимаю, что происходит в том или ином направлении. Поэтому, конечно, они должны быть в этой специфике более высоко подготовленные, чем я. Моя задача администрировать, но для себя я ставлю задачу не менее половины понимать, что там происходит. Когда последний раз вы делали кадровые перестановки? Кадровые перестановки, наверное, в прошлом году. В планах на ближайшее будущее у вас есть такое? Ну, вы знаете, сейчас результаты года покажут. Я вижу, я вижу, где у нас есть своеобразные пробуксовки. Вижу, что немножко надо менять нагрузку людям. Поэтому под конец года мы готовим небольшое изменение структуры, штатки. И, соответственно, некоторые, в хорошем смысле, персонали, некоторые мои заместители, ну, немножко кому-то прибавится, у кого-то убавится тех или иных полномочий. В социальных сетях, когда обсуждают этот эфир, когда мы анонсируем его, помимо разных прочих комментариев, я наткнулась на том, что слишком много приезжих у власти в вашем округе. Вот такое мнение высказывают жители. Что вы можете ответить на этот счет? Ну, если я родился на границе Павловского посада и Ногинского, тогда еще района, двух районов, ну, я не считаю себя приезжим, да? А профессионалы, ну, половина команды у нас, это исконно коренные жители Павловского посада, другие приехали, сейчас уже не один год проживают в Павловском посаде. Ну, я, честно, может быть, в первые годы руководство районом эти проблемы и слышал, а сейчас я абсолютно не слышу. Наверное, главное не откуда ты, а главное, как ты работаешь, и насколько искренне ты любишь ту территорию, на которой работаешь. Мы продолжим еще тему о том, кто как работает, а сейчас небольшая пауза. Новый проект «Радио-1» «Первые лица». Их имена у всех на слуху. Их работа под пристальным вниманием губернатора и жителей Подмосковья. Кто они? Главы муниципалитетов. Как принимают сложные решения? Чем увлекаются? Как отдыхают и о чем мечтают? Откровенный разговор с главами городских округов Московской области в программе «Первые лица». Каждый знает, как быстро может разрядиться любимый смартфон и как сложно, когда рядом нет зарядного устройства. Если чрезмерно потреблять ресурсы и не экономить их, можно исчерпать запасы природы навсегда. Ее нельзя подключить к розетке, у нее не меняется батарейка. Без природных источников жизнь станет не просто сложной, как без мобильного телефона, а невозможной, как без воды и воздуха. Защищайте природу. Не допускайте красной зоны на природные батареи. При езде на мотоцикле необходимо надевать защитный шлем. В салоне автомобиля обязательно пристегнуть ремень безопасности. В общественном транспорте важно носить маски и перчатки. Все эти правила обеспечивают безопасность и помогают сохранить жизнь. Сергеев Посад – один из древнейших городов страны. Здесь был крещен царь Иван Грозный. Петр I укрывался в городе от стрелецкого бунта. Сюда приезжал император Николай II с семьей. Троицко-Сергиево-Лавра хранит мощи преподобного Сергия Радонежского. Город включен в Золотое кольцо России. Эрмитаж русской культуры, Сергиево-Посадский музей-заповедник, содержит 170 тысяч экспонатов, иконы и редчайшие рукописи, драгоценности и живопись, произведения народного и современного искусства. 88-метровая колокольня, самая высокая в России, в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно в Сергиевом Посаде находится самый большой на планете действующий колокол. Он весит около 72 тонн. А еще здесь стоит памятник Петру и Февронье, который поможет обрести любовь. За духовной силой приезжайте в Сергиев Посад. Новый проект «Радио 1. Первые лица». Их имена у всех на слуху. Их работа под пристальным вниманием губернатора и жителей Подмосковья. Кто они? Главы муниципалитетов. Как принимают сложные решения? Чем увлекаются? Как отдыхают и о чем мечтают? Откровенный разговор с главами городских округов Московской области в программе «Первые лица». Мы продолжаем программу «Первые лица» в студии «Радио 1». Глава городского округа Павловский Посад Олег Саковиков. Напоминаю, что в Павловском Посаде смежное вещание «Радио 1» и «Радио России» на частоте 104,5 FM. А видео и аудиотрансляцию этой программы и всех остальных можно смотреть на нашем сайте radio1.news. Заходите и подключайтесь к разговору. Телефон студии прямого эфира 8800-100-5101. Олег Борисович, Вы уже сказали, что этот год внес коррективы в нашу жизнь. То, что планировали, несколько иначе произошло. Давайте пройдемся по некоторым моментам. Известные всем Павлово-Посадские платки. Бренд, который известен всему миру, любимый, узнаваемый. В условиях пандемии мы знаем, что огромные модные дома перешли на выпуск масок. То есть можно сегодня и Луи Виттон, и прочие фирмы увидеть в контексте ковида. Ваше предприятие вместо Павлово-Посадских платков мы можем увидеть маски защитные или еще какие-то атрибуты современности. Есть такое в планах? Насколько я знаю, таких планов нет. Настолько Павлово-Посадская платочная мануфактура не прокреативила. Но они занимаются своей обычной работой. Несколько лет назад они очень серьезно переоборудовали и модернизировали оборудование свое. Сейчас более улучшили технологические процессы, выпустили несколько новых рисунков платка. Выпустили платок губернаторский. Так. Губернаторский, очень красивый. Чем губернаторский платок отличается от остальных? Я не настолько в этом профессионал, чтобы сказать, чем... Но посвящен нашему губернатору. Да, да, да. Платок губернаторский. Я знаю, что Андрей Юрьевич одаривает ветеранов при поздравлении с днями рождения, с какими-то юбилейными датами. Дарит его. Именно дарит этот губернаторский платок. А в мужском гардеробе может появиться какое-то изделие и с таким рисунком. Или они только для женщин делают модные аксессуары? Нет, там есть линейка для мужчин. Очень интересная линейка Кашне. Да, есть. И вот все знаменитые артисты, актеры, которые приезжают в Павловский посад с концертами, мужчины, всем мы дарим полупосадское Кашне. А сами его носите? Я вообще не люблю носить. Ну понятно, мешает приемам айкидона наверняка. Да нет. Стесняет движения, нет? Дело не в этом как-то. Не привык я. Понятно. Теперь мы знаем, что есть губернаторский платок. Но второй атрибут сегодняшнего времени это дополнительные больницы, дополнительные койко-места для того, чтобы сохранить жизнь, для того, чтобы оказывать экстренную и важную медицинскую помощь. И не раз уже обращалось внимание на то, что в связи с огромной такой потребностью возникает нехватка медиков. И наверняка в вашем округе тоже есть такая проблема. Как вы планируете ее решать? Что для этого делается? И что, собственно, вы можете предложить тем медикам, которые захотят приехать к вам из других регионов? Да, проблема с ковидом есть. На сегодняшний день порядка 970 зарегистрировано случаев в Полоском посаде. Мы развернули дополнительное инфекционное отделение на 50 коек. Практически они все заняты. 45-46, иногда 50. Мне каждый день докладывают по утрам на сводках. 19-20 человек лежат на кислороде, но это легкие койки. Это легкие койки без АВЛов. Более серьезные случаи. Их, конечно, в соседний Богородск, в Ногинск везут. Действительно, проблема с медиками есть. За год 2000 мы привлекли дополнительно 18 медицинских работников. Самая большая беда – это, конечно же, фельдшеры, которые работают на скорую помощь. Там есть нехватка. Сейчас у нас только порядка 70% бригад работают. Работаем. Сейчас по последним данным мы привлекаем выпускников Орехозуевского колледжа. Три человека к нам буквально на днях приходят, будут дополнительно работать по линии оказания скорой медицинской помощи. Потребность в медицинских кадрах вы где освещаете? Ну, в Центр занятости, да? Конечно, в Центр занятости, средства массовой информации. Сегодня интернет позволяет услышать нас где угодно, и, возможно, кто-то в другом городе или регионе услышит, что ждет медика, который приедет к вам, какие-то дополнительные социальные льготы, предоставят ли ему жилье, что, на каких условиях. Соответственно, все льготы, которые есть у медицинских работников Московской области, уровень заработной платы с повышающими коэффициентами, если он работает с заболевшими ковид, ну и, соответственно, служебное жилье, либо компенсация по найму арендованного жилья, которое мы на протяжении уже долгих лет помогаем медикам из бюджета. Куда обращаться тем, кто пожелает отозваться в администрацию? Администрация Павлопосадского, городского округа Павловский Посад, либо Центральная районная больница, администрация, главный врач Мягченкова Марина Михайловна. Давайте поговорим о том, что все-таки удалось сделать, и то, что запланировано, и то, что будет, несмотря на все трудности. Но прежде всего мы не можем обойти тот факт, что ваш регион — это место, которое связано с известным и любимым актером Вячеславом Тихоновым, нашим народным штирлицем. Было большое мероприятие, открыт дом-музей, очень большой интерес это вызвало, и одновременно с этим возникли очень большие споры относительно памятника актеру. В социальных сетях везде образовались такие два лагеря, которые один из них говорил, что да, памятник, проект памятника хороший, и он соответствует, другие были категорически против, потому что якобы он не отражает личность актера. Чем дело кончилось, какой будет памятник, будет ли он, как он будет выглядеть, и кого услышали, кого не услышали в этой ситуации? Действительно, личность Вячеслава Васильевича Тихонова для полопасадцев она священная, то есть все полопасадцы любят актера, любят его творчество. Мы уже четвертый раз в Павловском посаде проводим кинофестиваль его имени, который называется «17 мгновений», и вот последний кинофестиваль мы проводили в феврале этого года, еще успели за четыре дня, 9,5 тысяч человек прошло через рамки этого фестиваля. Конечно, большое подспорье дал открывшийся чуть более двух лет назад дом-музей великого актера. Действительно, это дом, где он родился и вырос. С помощью Андрея Юрьевича Воробьева, с помощью Министерства культуры Московской области мы вошли в государственную программу и совместными усилиями воссоздали этот дом, в котором сделали музеификацию. Сейчас там замечательный музей нашего великого земляка. Рядом с музеем мы создали очень хороший сквер, на территории которого планируем поставить памятник. Действительно, есть две версии развития ситуации с памятниками. Одни говорят, что это должен быть большой величественный памятник, вторые говорят, что он должен сидеть на скамеечке под грушей, которую посадил его отец. Она действительно живая груша, под этой грушей. И Вячеслав Васильевич не актер великий, а просто Вячеслав Васильевич Тихонов, который сидит на лавочке во дворе своего дома под грушей, которую посадил его отец. Конечно, есть две версии развития, но кто бы что ни говорил, есть семья великого актера Анны Вячеславовны Тихонова, его дочь, которая, конечно, играет определяющую роль в том, каким будет памятник. Значит, мы делаем все, что возможно, соответственно, от нас, от администрации. Мы по линии инициативного бюджетирования сейчас проводим конкурс на создание проекта памятника, то есть история вот уже началась, и, соответственно, наверное, в начале следующего года будем уже иметь какие-то предварительные результаты, которые можем уже будем обсуждать. То есть сейчас все желающие архитекторы, те, кто непосредственно, у кого есть идеи и предложения, могут подавать эти документы на конкурс, правильно? Мы конкурс уже провели. Сейчас идет формат заключения контрактов. Если контракт будет заключен, то мы уже будем понимать подрядную организацию, кто будет делать этот проект. Так он будет все-таки сидеть под грушей или стоять? Я еще не знаю. Я еще не знаю. Будет предложена концепция соответствия технического задания, и, соответственно, самый большой критик, повторюсь, это дочь Анна Вячеславовна, которая будет, конечно, участвовать. Ее мнение будет определяющим. Ну, конечно, ее мнение будет определяющим. У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, добрый день. Здравствуйте, Олег Борисович. Меня зовут Андрей Смирнов. Я житель Павловского посада. Хотел обратиться к вам с таким вопросом. Извините, если этот вопрос ранее звучал. К эфиру только присоединился. В городе Павловский посад есть такой знаменитый клуб ДК Павлова имени Потапова. Извините, волнуюсь. ДК имени Потапова. Он находится в ужасном состоянии. Многие жители обращаются к вам с этим вопросом, но никак не найдут общее решение. Скажите, этот вопрос может сдвинуться с мертвой точки? Он очень принципиален и важен для жителей. Спасибо за вопрос. То есть, я так понимаю, что есть дом культуры, заброшенный, и жители хотят, чтобы его восстановили. Насколько такие перспективы возможны? Да. ДК Потапова действительно есть. Это бывший ДК завода «Экситон». Он достаточно большой. 5,5 тысяч квадратных метров. И, к сожалению, силами предыдущей администрации не смогли данный дом культуры отреконструировать, отремонтировать, хотя действительно была и государственная программа. На сегодняшний день для того, чтобы этот ДК восстановить, нужно порядка 350-400 миллионов рублей, которых у муниципалитета нет. Поэтому я неоднократно обращался в адрес правительства Московской области, предлагал взять этот объект на баланс, но, к сожалению, правительство тоже не видит, как его дальше эксплуатировать. Поэтому мы можем еще раз обратиться в Министерство культуры с этим вопросом, но средства для его реконструкции должны быть очень серьезны. То есть пока этот вопрос однозначного решения не имеет? Ну, нужно найти, его можно решить за 350-400 миллионов рублей, которых у муниципалитета точно нет. А вы, если этот ДК имеет какую-то историю, и действительно важен для людей, раз они обращаются, они пробовали ли привлекать какой-то частный капитал, инвесторов, меценатов? Мы знаем много историй, когда покупают усадьбы, когда реконструируют. Может быть, сейчас вы можете обратиться, и кто-то нас услышит. Ну, поверьте, не усадьба архангельская, да, абсолютно, да. То есть какой-то исторической ценности в этом объекте нет, да. Мы пытались и пытаемся привлечь частный бизнес, и, в принципе, ведем переговоры для того, чтобы за частные средства создать там, возможно, какие-то развлекательные центры, может быть, культурно-развлекательные центры, может быть, театр какой-то частный. Но, к сожалению... Пока нет откликов. Пока откликов нет, и я думаю, что в это непростое экономическое время, наверное, в ближайшие годы не будет. Мы продолжаем наш разговор, и если проследить ленту новостей, последние события, то мы видим, что пожаловал в ваш Огрук сам помощник президента российского. Да, Левитина Игоревича был неделю назад. Связано это с программой, которая проходит в детских садах. Называется программа Маугли, и ее планируют этот опыт распределить на всю страну. Подробности не раскрыты, были в информационном сообщении. Мы очень стревожились, надеемся, с волками, медведями и пантерами детей вы не воспитываете в этой программе. Нет, конечно. В чем тогда она заключается, почему такой интерес? Ну, давайте с названием программы Маугли. То есть в книжке Киплинга написано, что Маугли прыгал так же хорошо, как бегал, бегал так же хорошо, как лазил по деревьям. Вот это посыл, наверное, основной к этой программе, ее автора Петрова Александра Владимировича. Действительно, программа Маугли в Павловском посаде уже живет 10 лет. Это программа дополнительная. Мы ее сделали по муниципальной методике. Это программа дополнительного образования для детей. И порядка 17 тысяч детей за 10 лет мы абсолютно здоровыми привели в школу. Программа Маугли стала настолько популярной в Павловском посаде, что многочисленное обращение родителей завести эту программу в начальную школу. Вот в шести школах Павловского посада эта программа продолжает работать в начальной школе. Это занятие с детьми гимнастикой по определенной методике. Каждый год мы проводим спартакиады. И дети, которые впервые заходят в эту программу, вы не представляете, какие результаты они показывают через год. То есть, вот в прошлом году мы проводили спартакиаду. В прошлом году было 175 лет Павловскому посаду. И мы проводили среди детей, а заметьте, это 3-6 лет дети, мы проводили флешмоб на количество отжиманий. И купили 4 велосипеда для тех, кто отожмется более 175 раз. Велосипедов не хватило, я так подозреваю. Да. Не хватило велосипедов, пришлось докупать. 10 велосипедов мы подарили тем детям. Повторяю, это 4-6 лет, которые отжались 175 раз. Вот когда такая программа внедряется, которая не по ГОСТам, не по правилам, а авторская программа, невольно возникает вопрос о ее безопасности, то есть о каких-то ограничениях. То есть не каждый ребенок физически развит. Мы знаем, что сейчас дети достаточно болезненные, очень много хронических заболеваний. Как вот в этой программе реализуется вопрос безопасности? То есть кто может, кому противопоказано? То есть знают ли врачи, поскольку все равно это дополнительные физические нагрузки, сильные для этого возраста? Ну, я просто хочу сказать, что за время реализации программы МАУГЛИ ни одного, даже малейшего случая не было. Да, вот поплюю, не дай бог. Но в каждом учебном заведении, что это школа, либо это образовательное учреждение, детский сад, там есть свои медики, которые абсолютно понимают и состояние здоровья ребенка, и имеют возможность допустить, либо не допустить его на занятия. Ну, не знаю, может быть, для температуры, или там насморк, или еще что-то. Конечно, такие дети не допускаются. Но вот хочу небольшой привести пример вот с тем же Игорем Евгеньевичем Левитином, который как помощник президента, в том числе и курирует совет по спорту при президенте Российской Федерации. И вопросы массового спорта, вопросы физического воспитания подрастающего поколения, это тоже в том числе полномочия этого совета. Я не буду говорить, какие он цифры приводил, но хочу сказать вот дословно. И он мне сказал, если ты, Олег Борисович, мне покажешь, что у тебя меньше 10% детей в школах освобождены от занятий физкультурой, я буду считать эту программу феноменальной. Вот небольшие данные по Павловскому посаду. Общее количество детей, которые занимаются в школах, у нас 8719. Из них освобождено на постоянной основе, то есть это больше, ну, то есть это минимум на год, на учебный год. Из них освобождено 150 человек, что составляет 1,7% от общего количества. Ну, то есть вы свою часть договора выполнили? Ну, я свою часть договора выполнил. Более того, те классы, которые, те классы начальной школы, которые и сейчас, то есть они и в детском саду занимались, Маугли, и сейчас в школе продолжают заниматься Маугли. Значит, из них, из них, сейчас, я секундочку, значит, 1325 человек в шести школах первой и четвертой классы, из них освобождено два человека, что составляет ну, целых 15 сотых процента освобожденных. Ну, лучше не скажешь. Насколько велика вероятность того, что ваша программа станет федеральной? Эту программу нужно получать лицензию Министерства просвещения, в этом случае эту программу абсолютно можно туда привлекать на реализацию федеральной деньги и тиражировать по всей территории Российской Федерации. Вы будете этим заниматься? Ну, пока есть силы и возможности, конечно. Это очень хорошо, что развиваются дети и что ни один Маугли не пострадал. Это вообще замечательно, и мы желаем, чтобы так оно и было на самом деле. Есть вопросы некоторые к взрослым, а в частности к умению взрослых общаться. Поступили вопросы нам на WhatsApp месседжер, мы не успеем их озвучить в эфире, я передам вам и уважаемые слушатели, кто их направил. Вы сможете прочесть ответы на сайте radio1.news, специальной рубрике первые лица постскриптум, а я бы хотела поговорить о форме общения в социальных сетях. Сейчас уже этим никого не удивишь, официальные аккаунты есть, представители администрации общаются, и конкретные лица, чиновники у всех есть, инстаграм-аккаунты в различных социальных сетях и так далее. И когда мы просматривали вопросы, которые поступили, в том числе были некоторые комментарии и вопросы риторические. И приводились примеры того, как администрация общается с жителями. В частности, рассматривался вопрос о том, что вырубаются деревья в центре города, и в принципе суть вопроса понятна. То есть, если вникнуть в переписку о том, что вырубаются деревья, потому что они старые, на их место сажают новые, и как бы все логично и понятно. Что настораживает и что вызывает негатив у жителей, как говорят в школе, форма подачи материала, когда в официальном аккаунте ответ содержит такую фразу «Информировать жителей города о мероприятии валки старовозрастных деревьях вдоль улиц нет надобности». Вопрос, конечно, риторический. Я, наверное, просто вам передам скриншот этой переписки и, безусловно, это вызвало негатив в социальных сетях о том, что почему позволяют себе представители администрации в такой форме выражать ответ на поставленный вопрос. Это администрация Павловского посада так отвечает? Да. Ну, конечно, некорректно ответила. То есть, если жители задают вопрос, надо на него отвечать. Поверьте, ни одного дерева просто так не в центре, нигде не валится, либо это дерево глубоко аварийное, да, либо это есть заявление на, соответственно, его либо кронирование, либо валку. Ну, а по поводу данного обращения, давайте я разберусь. Конечно, так общаться нельзя. И в связи с этим возникает еще один вопрос об обратной связи. как вы узнаете о проблемах, помимо того, что люди приходят на прием, заявляют, помимо того, что есть формат письменных сообщений, есть формат добродела, куда пишут о проблемах, которые решаются. Лично, вы знаете, есть очень много практик, различных, история знает о том, когда и руководители стран, и городов переодевались, уходили в народ, узнавали. Сейчас для этого нет надобности, есть социальные сети, и можно там в течение получаса узнать, что думают люди, какие настроения, какие претензии и так далее. Как вы получаете обратную связь помимо своей структуры, помимо своей команды, помимо официальных путей? Ну, во-первых, я считаю, что обратная связь, она жизненно необходима, потому что только лишь наличие обратной связи делает систему устойчивой и правильно работающей. помимо официальных каналов, конечно, есть и неофициальные каналы, конечно, есть штат советников на безвозмездной, так как говорится, основе, да, и они активно работают, это достаточно целеустремленные люди, которые общаются с большим количеством населения и, соответственно, анализируют ситуацию и там, где тонко, соответственно, докладывают. Ну, а также это тоже личные встречи. Мы сейчас достаточно активно работаем, встречаемся с людьми, вот и в формат выездной администрации и та же система добродел, в которой мы все активно работаем. Я выезжаю по некоторым вопросам, по сложным вопросам, встречаемся с людьми, разговариваем, то есть, если люди нас не понимают, им объясняем, если специалисты не понимают людей, то, соответственно, я специалистам объясняю. Поэтому, повторюсь, считаю, эту работу очень важной и обратную связь, и информирование жизненно необходимы для того, чтобы работа администрации была на должном уровне. Спасибо большое за то, что провели сегодня это время с нами. Еще раз повторюсь о том, что все вопросы, которые вы прислали на наш эфирный WhatsApp-мессенджер, мы передадим в администрацию и все ответы опубликуем на сайте radio1.news. Также, если вы присоединились к нашему эфиру немножко позже, вы можете на этом сайте послушать, почитать и посмотреть этот выпуск и все остальные выпуски проекта Первые лица. Еще раз вам спасибо за эфир. Спасибо вам. С вами была Кристина Никитина. Следите за анонсами следующих выпусков. Новый проект Radio 1 Первые лица. Их имена у всех на слуху. Их работа под пристальным вниманием губернатора и жителей Подмосковья. Кто они? Главы муниципалитетов. Как принимают сложные решения? Чем увлекаются? Как отдыхают и о чем мечтают? Откровенный разговор с главами городских округов Московской области в программе Первые лица. Реклама. Ты это видел? 360. Неожиданное. Интересное. Яркое. 360. Ответы на все вопросы на телеканале 360. 16+. Актуальные новости. Яркие авторские программы. Эксклюзивные интервью. Прямые включения с места событий и специальные репортажи из разных уголков планеты, страны, Подмосковья и вашего города. Слушайте Радио 1 в Нарофоминске на частоте 89,7 FM. Подольск. Город, в котором впервые появились швейные машины с русифицированным логотипом «Зингер». Поставщик двора его императорского величества. Американская компания построила завод в Подольске в 1900 году. Слушайте Радио 1 в Подольске на частоте 91,7 FM.